Тромка, друзья! Третья Warcraft может быть другим, необычным, если поменять какие-то детали, какие-то штуки, которые уже приелись. В частности, например, Mapu, то есть карты, на которых играют профессиональные игроки на турнирах. И чтобы доказать это простое утверждение, что карты значительно меняют игру, провели совершенно недавно клевый турнир под названием Hive Cup 2 с призовым фондом 500 евро. Общая суть турнира была в том, что все карты, абсолютно все карты новые, которые еще ни разу не игрались, а если и игрались, то очень редко. Там есть одна карта, которая была в Ладдере от Близзов, но на турнирах ее никогда не было, это Брайтвотер Оазис. И, в общем, вы уже видели несколько кастов с того турнира, я каждый раз пытаюсь показывать новые другие карты. И сейчас мы смотрим финал нижней сетки, где играет Соник, который будет играть героями из Таверны, как вы уже можете понять, учитывая, что у него нет алтаря. И Шейк, вечно перспективный игрок за Undead'ов из России. Противостояние очень жесткое и при этом качественное, потому что игроки достойны друг друга. Шейк живет в Сибири, где-то Новосибирске, если я не ошибаюсь, поэтому он очень далеко находится в плане того временного пояса. И, соответственно, он из-за этого регулярно играет с китайцами на Нетизе и, соответственно, поддерживает очень высокий уровень игры. Так что он действительно достаточно силен на общем фоне игроков и может показывать очень хороший результат. Единственная его проблема, что он нестабилен, бывает временами. Но это же касается и Соника, на самом деле. Соник может показывать 500 IQ мувы, гений микроконтроля, может показывать. Но, с другой стороны, в следующем моменте он может просто отдать все, потому что, ну, так как-то не судьба, видимо. Поэтому игроки в этом плане веселые, потому что ты никогда не знаешь, что от них ожидать. То ли гениальные игры, то ли какого-то закидона. Поэтому их противостояние должно быть действительно веселым. Карта последняя, победитель проходит в Гранд Финал, где встретится с Хэппи. И я надеюсь, вам этот каст понравится. Вы поставите лайк, напишите комментарий, так как это помогает. Спасибо большое и приятного просмотра. Рыцарь смерти первым героем от Шейка. Особенность этой карты в том, что это какая-то соединенная версия Норзен Айлос и Амазонии. То есть тут дополнительная шахта всего лишь одна. Зато в ней 20 тысяч золотых монет. Но при этом карта не как Амазония маленькая, а действительно большая. Плюс еще тут есть много уникальных крипов, которые мы видим очень редко. Это, наверное, Брокер Рейджер. Вот это вот самый, то есть, забытый служитель, я так понимаю, древних богов. Мамонты есть, да, которые в 2 на 2 только встречаются. Дракониды есть, что очень прикольно. Всякие Виндиго есть, которые в 1 на 1 тоже не встречаются. Ну, Тускаров мы видим, поэтому... Ну, в общем, вы поняли. Одна из главных фишек вообще вот таких вот новых карт, это новые крипы, которых мы нигде, никогда не видим. Бистмастер первым героем. И Соник играет примерно так же, как и его оппонент. То есть оба игрока ставят ультра-супер-фаст экспанды. И, соответственно, прямо сейчас Шейк бежит на базу противника с когтями. Видимо, для того, чтобы как-то напрячь своего оппонента и постараться ставить его не атаковать экспанд. Но это не Амазония, карта большая, поэтому вообще достаточно тяжело будет как-то именно действовать агрессивно. То есть, пока ты прибежишь на вражеский экспанд, пройдет миллиард времени, просто миллиард лет. Рыцар смерти хотел здесь кого-то своровать Кайлом, но, видимо, не судьба. Он очень сильно хочет второй уровень. А в это время вурдалаки, скелеты все подряд прибежали харасить виспов. И видят, что это два не делается. Это должен быть намек на что-то для Шейка. Возможно, Шейк понял, что там экспанд. Потому что если эльф не ставит дополнительную базу, с высокой долей вероятности он ставит Т2. Если он не делает Т2, он ставит дополнительную базу. То есть, это как-то круг, понимаете? Круг темпа. Нет смысла сидеть на Т1, если ты не ставишь дополнительную базу. Ну, вроде как уходит отсюда Шейк. Хочет не отдать хотя бы одного вурдалака. Прокачал, как вы видите, бестмастер по олдскулу Кабана и Ястреба. Ну, в принципе, чему удивляться. Ястреб потом будет наносить магический урон. Соответственно, будет справляться с абоминейшенами, с скелетами, с труповодсками, со всем-всем-всем. Ну, забавный момент только что был из-за того, что бестмастер... А, у него талисманного рота. Ядрить какого-то сворачивает просто. 15% выяснили, что Окирок на Сонике. Ух. Шахта ставится. Ставится Древо Жизни. То есть, примерно одновременно будут работать дополнительные базы. Ну, начнут работать. Т2 надо нажать, разве что. Эльф до сих пор не нажал Т2. Ну, такая примерно ровная, равная игра, да. Бежит он на шахту. Хочет посмотреть, есть ли база. На самом деле, если он раньше прибежал бы, может быть, смог бы отменить все-таки строящееся здание достаточно уязвимое. Понял он, что он уже не отменит. Забрать бы Кабана. Да, это второй уровень. Это второй уровень. Соответственно, Аура. Соответственно, Андет становится быстрее. Отводит раненого Вурдалака. Много юнитов. Но сейчас атаковать Древо Жизни нет смысла. А заходить и атаковать шахту тоже рискованно. Поэтому решил просто уйти. И в этом есть смысл. Потому что Бестмастер это такой герой. Герой темпа. То есть, в Лойте у него все не так уже хорошо. Так что, ну, перспектив больше у Андетта. Но это все зависит от того, кого будет брать Соник вторым героем. Может, это будет какой-то Демон Хантер. На такой большой карте раскачивая Демон Хантер. Это по кайфу. Но Соник, смотрите, что он делает. Он играет через Охотниц. Т2 он нажал, правда. Неужели он планирует играть в Мастер 1 Лимит? В принципе, Соник фанат этого. Но, тем не менее. Т2 тоже нажал Андетт. Поставить бы сейчас кладбище. И там уже думать, что делать. Неужели будет реально пытаться отменить проклятую шахту? Ну, вряд ли удастся. Но хотя бы одного виспа забрал. Это уже круто. Да, шахта построена. Теперь ее можно ремонтировать. Я напомню, что ремонт оплетенной шахты бесплатный у эльфов. И, соответственно, теряет столько времени. Майнинг тайм. Когда ты добываешь золото, а не добываешь, потому что ремонтируешь. Ну, все зависит от микроконтроля Шейка сейчас. Насколько вообще успешный будет для него весь этот игровой момент. То есть, если он не будет отдавать вурдалаков, конечно, круто будет. Плюс он еще модельку забрал. Но крутяк, что у него первый койл, поэтому он не может добить лучниц. Надо, чтобы у них было там порядка 80 хп. И вурдалаками в итоге уходит. А рыцарь смерти чувствует собственную безнаказанность. И бегает. И прочитал книгу еще. Ну, сразу видно, непрофессиональный игрок. Второй склеп и кладбище. Наверное, это переход в Гаргулии, потому что он видел охотниц. А Гаргулии достаточно естественное оружие. Хотя, на самом деле, учитывая, что там нет хранителя рощи, есть смысл даже в том, чтобы делать пауков. Потому что ведь корней нет. Ох, выживает вурдалак. Еле-еле. Но Соник прям отчаянно хочет его убить. И убивает. А начинает бить Акалитов. Он такой, знаете, прибежал. Такой, опа! Здрасте! Хочет поставить кладбище для того, чтобы закрыть проход. Для того, чтобы бисмастер прожал телепорт. Это, кстати, может помочь. Тут шахта уже полноценно работает. Кладбище, скорее всего, отменят. Он хочет поставить новую, скорее всего. Но тут бисмастер все равно должен будет прожимать телепорт, скорее всего. Он под замедлением. У него почти нет хп. Правда, он взял третий уровень. Второго кабана призывает. Возможно, второй ястреб был бы тут полезнее. Именно сейчас. Потому что он в родолаков убивает прям. Будь здоров. Ну, рецепт смерти там, видимо, еще кого-то забрал. Второе древо войны. Качается глефа. Качаются длинные луки. И, соответственно, будет продолжаться строиться мастер один ремит. Лемит! Укрепляется как-то здесь экспант. Да, укрепляется. Смотрите, качается башня Неруба. Из трех склепов производятся горгули. Ну, посмотрим, как тут горгули сработают. В принципе, учитывая количество охотниц, в этом, безусловно, есть смысл. Которые герои делаются. Да, лич делается. Это круто. И в это время планируется застройка от Соника. Новый Зикурат. Шейк, понятное дело, скорее всего, не... О, как идеально строит Соника. Как идеально строит по красоте. Но он спалил Шейк. Потому что догадывается об этом. Ну, это читается. Это читается, потому что если противник строит мастер один лимит. Со своей какой-то вероятности планируется застройка. Но все равно забавно, как же он прочитал этот момент. Ну, нельзя отдавать своего героя. Банкоманы есть. Еще бы, конечно, бойню поставить, для того, чтобы статую заказывать. Потому что статуя в защите, это прям крутая штука. Магазин. Да, вот это точно может помочь закупаться расходниками. Первые горгулии вылетели. Есть первое улучшение на атаку. Лич. Т3 не делает, поэтому сфера будет очень поздно. Прокачать бы этот Зикурат тоже. Потому что башни духов наносят просто колоссальный урон по охотницам. Ведь они как раз наносят дополнительный урон по ним из-за типа брони у охотниц. Второй герой Алхимик. Это получается герой только из Таверны. Но Алхимик шикарно вяжется с охотницами. Из-за бомбы, из-за лечения. И начинается первое серьезное сражение. Вывел вурдалаков. Вурдалаки нужны для того, чтобы воевать с лучницами. А горгулии воюют с охотницами. Все предельно понятно. Но при этом как-то позиция, что они все самое оптимальное. Но с другой стороны, юниту эльфа погибают. Андетту только нужно контролить. Уводить раненых из боя. Для того, чтобы их не терять. Третий уровень у Рыцера Смерти. Второй Коэлл залетел в Лича. У Лича и снова. Из банки маны он может поражать. Четвертый Бестмастер. Второй Ястреб. Он стал теперь красный Зои. 23 магического урона в среднем наносит. Поэтому он будет разваливать вурдалаков. И Алхимик все-таки погиб. Но герой первого уровня был. Поэтому особо не страшно. Он быстро вернется в бой. И мы видим, что все-таки Шейк выиграл это сражение. Потому что, как бы он... Знаете, он готовился к турниру по Камень-ножницу-бумага. И заранее знал по сценарию, какой знак будет показывать его оппонент. У него был контракт ко всему. Буквально. И с другой стороны у эльфа тоже типа есть контракт. То есть охотницы справляются с вурдалаками. Лученицы справляются с горгулями. Но у андета этот лимит посильнее. Выжимал ТНБУ телепорт. Прожимать Шейк для того, чтобы не потерять своего героя. Учитывая, что у него есть дополнительная база. Бабки не проблема, как говорится. Хотел забрать баллисту. Глифомет, как он называется в современном переводе. Но женщины желтые как-то не одобрили этот момент. Соник всегда желтый, как говорится. А тут в это время застроечка. Застроечка, да. Но защиты никакой нет. Поэтому деревья погибнут. Горгуля тоже погибнет. Что, конечно, не совсем приятно. Не обязательно терять этих юнитов. Пытается преследовать Бисмастера, чтобы его прогнать. Ну и древо. Защитное древо тут просто разваливается. Женщина стопила большого мужика. Видимо, он ее угнетал. Эльф продолжает атаку. Он продолжает штамповать юнитов. Нужно еще больше. Желательно первую защиту прокачать. Но не хватает мультитаска. А может быть, желание. Банку здоровья только что прожал Рыцарь Смерти. Банкоманы еще есть. Можно попытаться забрать Баллисту. Прямо всеми возможными силами. Но, возможно, это надо будет сделать очень дорогой ценой. Кстати, свитка телепорта нет. Ну да, на аури просто уходит. Не хватает мобильности у эльфа для того, чтобы как-то со всем этим, блин, воевать. Ну, Т3 зато нажал. Горгулии новые производятся. Второй грейд на атаку не делается. Но как только будет Т3, можно будет купить сферу. И, соответственно, все, что угодно, будет разваливаться за одну секунду. Но где же бойня? Где же бойня? Так хочется статуи увидеть. Конечно, статуи редко делаются горгулями. А зря. А зря. Ну, возможно, это антитемпово считают. Но тут уже горгулии не особо полезны. Вы просто посмотрите на лимит Соника. Это просто женщины. Просто женщины с луками. И, соответственно, горгулии против них не особо хорошо заходят, скажем так. Поэтому, возможно, Шейку нужно призадуматься. Начать строить горгулий. О, прошу прощения. Начать строить вурдалаков. И подождать Т3, прокачать им ярость. И потом просто сожрать все это эльфийское мясо. Потому что это кажется какой-то сильной идеей. Но он не планирует отказываться от того билда, который он изначально начал делать. То есть он делает второе улучшение на атаку. И продолжает штамповать горгулий. Ну, бог ему судья, как говорится. Что еще можно сказать? Эльф явно планирует дальше атаковать. Атака. 2-0. То есть 0 прокачка на защиту. В принципе, в этом есть смысл. Хотя, конечно, хочется прокачать. До 5-го уровня, видимо, хочет прокачать без мастера. Уже 3-й алхимик с яростью. Никакого лечения. Соник в своем классическом безбашенном абсолютно стиле. Как бы его цель не держать под защитой. Не держать в тепле и уюте армию эльфов. А сделать так, чтобы эта армия эльфов превратилась в какие-то берсеркеров. И за секунду убивала все, что только можно. И плевать, что сам он может потерять всю свою армию. На самом деле, это большая проблема. Без шуток. Потому что всего лишь один цвиток исцеления. И есть большая вероятность того, что эта гигантская толпа юнитов просто развалится. Ну, решил тут атаковать Андет. На самом деле, скорее, это атака для того, чтобы заставить противника телепортироваться на защиту базы. Чтобы выиграть время. Но посмотрим, как это будет работать. Бесмастер, кстати, уже пятый. Третий кабаны. Третий кабаны это опасная тема. Все-таки Андет решил домой лететь. Третий кабаны это опасная тема. Потому что кабаны начинают сплошевать своей атакой. И, соответственно, они прям очень хорошо заходят против горгулий. Наносят колоссальный урон. Стреляют быстро из-за своего френзи. То есть из-за своей ярости. Ну, эльф, в принципе, готов. У него куча лучниц. У него есть баллисты. На сколько он пытается взять? Щит молнии интересный очень. У него деда зашел. У него же за щитомолнии просто появился. И все-таки баллисты падают. Не хватает выживаемости этим юнитам. У них все-таки всего лишь 300 хп. Нова также замедляет скорость атаки, скорость передвижения. И пытается отойти. Но, в целом, да, какие-то определенные потери Андет понес. Но все равно, как бы, свои цели он достигнул. Его цель была как-то уничтожить баллистов для того, чтобы уничтожить штурм потенциал эльфа. И в итоге женщины-эльфийские теперь должны продолжать свою атаку. Каким-то образом щит молнии наложили. Дредд Орд вышел от Андетта. Забавный выбор. Возможно, это для ауры против гиппогрифов, которые типа могут быть. Возможно, это ради стаи. Потому что против масс арчей. Масс и учениц. Но ва стая хорошо заходит, как нам уже показывали когда-то в предыдущих матчах. Игроки за Андетта в топовые. Ну, эльфа, кстати, не так уже много уже осталось, да. Если задуматься. Он стоит под декуратами. Стая залетает. Постепенно все разваливается. Как-то тяжко здесь. Но с другой стороны Андетта мало. То есть у него остались только горгульи, которые разваливаются от того, что есть у эльфа. Но зато у Андетта есть герои, которые разваливают тоже. Бесмастер пятый. Неужели он... Если он придет к шестому, кстати, он может и займут ульту. Кстати, возможно, для этого и был взят Дредд Орд, чтобы сон был. Нет! Вампирчик умирает. И можно забрать еще одного героя. Правда, у Рыцаря Смерти есть Хойл, поэтому Лич вряд ли умрет. Но тут прогоняют Рыцаря Смерти. Лич, правда, под магазином. Он может купить банку здоровья. Но все желтое воинство погибло. Алхимик. Не, ну... Лич под ледяной броней, поэтому Алхимик будет замедлен, когда будет атаковать. И он не сможет просто убивать Лича. Черт его знает. Эльф в это время продолжает делать баллисты. Очень сильно хочет уничтожать здание. Прямо в этом цель жизни, скажем так, да? Ну вот Койл. Ой, слушай, тут Алхимик может умереть. Астав-то есть? Астав-то есть. Став-то хорошо. Алхимик спасен. Это очень важно. Продолжается вся эта тема. Потихоньку. Баллиста. Заканчиваются, потому что защиты толком никакой нет. Бесмастер пятый с половиной, реально. Тут бы у него ману просто, для того, чтобы самонов вызывать. Правда, он может вызвать сейчас кабанчика. Но, видимо, он хочет поднакопить ману. Алхимик к колодцам идет. Колодцы не апнутые, потому что там Т2, понятное дело. Ну и, естественно, мы видим, как что-то здесь как-то пошло не по плану. Для Шейка. Ну, для Соника, точнее. У Шейка, наоборот, все очень даже хорошо. У него дополнительная база стоит. Ничего не упало. Даже склеп живой. А у Эльфа закончилась Терридин Армия. И если он будет заново новую стройку, это будет просто корм для андетских героев. Нужно что-то придумать. Может быть, у него что-то свичнулся. Может быть, что-то перейти. Но Соник, как всегда, в своем классическом безбашенном стиле. Находит самое оригинальное решение среди всех возможных. Действительно. Я рассматривал в своей главе много вариантов, но такой не видел. Он решил не свечаться в какую-то другую армию. Он решил построить Древо Войны Третье для того, чтобы увеличить продакшн Терридин Армии. Вот это решение не мальчика, но мужа, как говорится. Не мальчика, но мужа. А тут в это время я решил покрепиться. Дредуорда прокачать до второго, а то и третьего уровня, чтобы была вторая стая. Дело благородное. Большая банка здоровья выпала с этой точки. Тут, кстати, новые наемники. И вот этот Unbroken Darkweaver. Мне нравится, как его на русском языке перевели. Мы постоянно на стриме угорали, когда это видели. Древний темный маг. Его глаза полны ненавистью. Глаза полны ненавистью. Просто посмотрите. Ненавидит все живое. Вот поэтому он играет за нежить. Все по справедливости. Слушай, неужели это минус экспанд? До свидания, природы нет. А? У альфу норм? Качается. Четвертый алхимик, кстати, будет с этого. Минус экспанд. Книга мертвых не нужна. Ну, слота нет, в принципе. Ну, мог бы там, не знаю. Там есть артефакты, которые похуже кажутся, что ли. Но это следующая ступень. Ну, просто это книжка, понимаете? Соник шарит. Он книгу не берет. Все как... Все чин-чином. Все правильно. Талисман у ворота. О, да. И теперь слот освободили. Можно взять. Правильно? До второго уровня прокачал своего дредуорда. Пятый рыцарь смерти тоже скоро. Когти для леча. У леча уже плюс 15 к урону. По кайфу. Оп. Книгу мертвых взял. Ну, бас. Т3. Но не пользуются преимуществами Т3. А, нет. Заказал бойню. И, соответственно, заказывает абоминационов. Для того, чтобы была стенка. Ну, чумой все это заразить. Это прям по кайфу будет. Ну, эльф отправляется в атаку. Эльфа много. В теории он может здесь, конечно, выиграть. У него очень сильный бестмастер. У него очень сильный алхимик. Если этим воспользоваться как-то, то может быть что-то и получится. Банка здоровья есть. Книга мертвых. Аура вампиризма. Тоже очень прикольная для того же алхимика. Чтобы он под яростью нарезал и хп восстанавливал. Все-таки у алхимика очень большая родная атака. Если повезет на скейл. То есть, если будет 37, а 64. Ну, там просто, да. Вот новая стая. Алхимик без лечения. Ну, это классический соник. Цветок исцеления не взял. И, соответственно, тут просто будет разваливаться армия. Книгу мертвых использовал. Банка залетела. Хо-хо-хо. Как эльфы тут гибнут. Какой кошмар. Пытает здесь что-то убить. Под яростью бегает. Хочет Редорда забрать, видимо. Или кого там. А, рыцарь смерти бьет. Но рыцарь смерти крепкий. Банка здоровья большая есть. Эльфийская армия просто разваливается. Да. О, Коэлнова по бестмастеру. И даже герой пятого уровня развалился. Хорошие способности. Качественные. Ну, да. Тут эльф в конец. ГГ. И в итоге Шейк выходит в гранд-финал против Хэппи. Там есть одна интересная карта, которую я прокомментирую отдельно. Не покажу вам через некоторое время. Поэтому ждите. Там опять будет новая карта. Это еще одна причина для интереса. Вот, как-то так. Спасибо большое, что были со мной. Всем до встречи. Удачи. Надеюсь, вам понравилось.